Что может быть прекраснее, чем отдых с палатками на берегу живописного озера? На мой взгляд, пятизвездочный отель за границей, хорошая база отдыха на юге России и уютная гостиница в небольшом городке. Этот список я могла продолжать бесконечно, но мой муж признавал лишь отдых вдали от цивилизации. Несколько лет подряд, дождавшись отпуска, я и Матвей брали палатки, походные шатеры, на неделю уезжали в глухой лес, чтобы покормить комаров. Сколько я не предлагала провести время иначе, Матвей обижался, что я не разделяю его интересов. «Кира, мы живем в большом шумном городе, я не хочу в отпуске видеть других людей», — говорил он. Я работал фитнес-тренером. В крупном спортивном комплексе Матвей трудился юристом в преуспевающей компании. Хоть он и не любил шум большого города, но в глуши, откуда мы оба были родом, делать нам было нечего. Я понимала чувство мужа, поэтому отодвигала свои желания на второй план. Отпуск мы, как правило, делили на две части. Две недели летом и две недели зимой. В зимнее время мы ездили в гости к родителям, а летом одну неделю проводили на природе, а другую посвящали домашним делом в городе. Из-за ипотечных платежей мы не могли себе позволить нанимать рабочих для проведения ремонта в квартире, поэтому постепенно приводили в порядок комнаты сами. Пару лет назад я познакомилась на работе с Агатой. Она пришла к нам на должность администратора. Агата и ее муж, Костя, работающий в банке, были такими же любителями отдыха и дикарями, как и мой муж. Вскоре совместные вылазки на природу стали традицией. Ребята весело проводили время, купались, играли в бадминтон или волейбол, ловили рыбу и, казалось, абсолютно были счастливы. Я же в основном валялась на берегу с книгой, вяло отмахиваясь от нападавшей мошкары. «Кира, давай с нами!» – предлагала Агата. «Волейбол втроем – это не слишком интересная игра. Матвей один против нас двоих, помоги мужу». «Жарко!» – жаловалась я. «Может, чуть позже?» Позже ребятам удалось уговорить меня покидать мяч, но волейболист из меня был так себе. Когда в этом году встал вопрос об отпуске, я плотно засела в интернете в поисках интересного места, надеясь уговорить мужа и друзей на более цивилизованный отдых. Я выбрала несколько вполне уютных баз с отдыха, расположенных практически в лесу. Судя по описанию, там предлагали рыбалку, баню, катание на лодке и активные игры на свежем воздухе. В общем, все то же самое, чем мы и занимались, но к этому прилагались благоустроенные коттеджи с душем и нормальным туалетом. Я даже приготовила пламенную речь, которая должна была убедить ребят в правильности моего выбора. Сразу делиться своими планами с мужем я не стала. В ближайший выходной мы должны были встретиться с Агатой и Костей, чтобы обсудить предстоящий отдых. Распечатав самую интересную информацию с сайтов, я настроилась на продолжительный спор. Но изначально все пошло не так. В субботу мы с Матвеем, как и планировали, пригласили Агату и Костю к нам домой. Я приготовила вкусный ужин на крыло на стол. Ребята пришли, как всегда, вовремя. Поужинав, мы перешли к обсуждению поездки. «Мне рассказали про очень интересное место», — сразу заявила Агата. «Да», — заинтересовался Матвей. «Где оно находится?» «Километров двести от нашего города», — воскликнула Агата. «Не слишком далеко». «Что же в нем необычного?» — спросил Матвей. «Достаточно далеко в лесу располагается озеро правильной круглой формы», — начала рассказывать Агата. «Вода в нем всегда теплая и прозрачная. Но самое главное, там нет ни интернета, ни мобильной связи. Сейчас я вам его покажу». Агата начала раскладывать по столу фотографии. Озеро и вправду выглядело чудесно. «Смотрите», — Агата разложила на столе карту, распечатанную из интернета. «Мы проедем по трассе, потом свернем в сторону деревни, а, проехав еще, очутимся в лесу». «Дорога там не слишком хорошая, но проехать можно. Километров десять нам потребуется преодолеть, чтобы добраться до берега». «Самое замечательное, что там практически не бывает людей. Мы будем совсем одни». «Круто», — восхитился Костя. «Теперь я понимаю, почему ты всю неделю ходила с таким загадочным видом». «Ты даже мужу не рассказал об этом чудесном местечке», — спросил Матвей. «Решила сделать для вас сюрприз», — призналась Агата. «А еще мне очень хотелось приятно удивить Киру. Предыдущими нашими поездками она была не слишком довольна. Я решил найти что-то необычное, от чего она пройдет восторг». «Значит, едем в следующую субботу», — уточнил Матвей. «А в пятницу вечером закупим продукты». «Стойте», — наконец-то воскликнул я. «У меня тоже есть предложение». И достала фотографии базы отдыха, которая мне понравилась больше всего. «Мы можем снять небольшой коттедж на четверых», — рассказала я друзьям. «Там есть и баня, и рыбалка, и даже развлекательная программа». «Кира, зачем все это надо?» — удивился Матвей. «На озере мы также будем ловить рыбу, развлечения сами организуем, а без бани, как-нибудь обойдемся». «Главное, на какое-то время останемся без гаджетов и интернета. Что еще нужно-то?» «Что еще?» — возмутилась я. «Я много раз говорила, что мне еще нужно. Душ нормальный, туалет, мягкая кровать». «Кира, все это есть дома», — не поддержала меня Агата. «Ты хочешь на неделю переехать с другой кровати на другую? Я просто хочу отдохнуть на природе с комфортом», — объяснила я. Я всегда соглашалась с Матвеем относительно времяпрепровождения в отпуске, но теперь хочу, чтобы мое мнение тоже учли. «Я не пыталась уговорить вас съехать в другой город, чтобы жить в отеле. Не тащу на экскурсии. Я понимаю, что вам нравится отдых на природе, поэтому постаралась найти место, которое может устроить меня и вас». «Меня оно не устроило», — резко заявил Матвей. «Не вижу смысла ехать за город, чтобы каждый день сталкиваться с посторонними людьми. Я хочу единения». «Кира, к чему все это?» — не понял Костя. «Мы прекрасно проведем время на озере». «Вы прекрасно проведете время», — твердо сказала я. «А мне придется считать дни до возвращения в город. Поймите, мне нравится ваша компания, но я не хочу жить в палатке и готовить на костре. Я хочу выспаться и идти на завтрак в кафе, а отсутствие связи для меня большой минус. Я привыкла смотреть сериалы перед сном». «Обсудим это через год», — решил Матвей. «Возможно, если я заранее поищу подходящее место, то в следующем году мы отправимся на базу отдыха. А этим летом едем на озеро, которое нашла Агата». «Вы едете», — ответил я. «А я свой отпуск проведу по-другому». «Отправишься на базу отдыха одна?» — ехидно спросил Матвей. «Нет», — спокойно сказал я. «Сниму номер в гостинице в соседнем городе, запишусь на экскурсии по достопримечательностям, посещу музеи. Буду ходить в кафе и в кино. В общем, буду по-настоящему отдыхать. «Знаешь что?» — начал было Матвей, но Костя его остановил. «Не ругайтесь, Кира права. В отпуске она должна отдыхать. Если поездка на озеро станет для нее мучением, то лучше будет ей провести время в городе. Подумаешь, отдохнете по отдельности, зато за неделю успеете соскучиться друг по другу». «Ну не знаю», — протянул Матвей. «Подумай сам», — продолжил Костя. «По-моему, именно Кира должна уступать. А если бы она тебя силой тащила на экскурсии, тебе бы это понравилось?» «Ладно», — согласился Матвей с доводами друга. «В этом году будем отдыхать не вместе». В субботу утром я помогла ребятам погрузить вещи и продукты в машину. Помахала мужу рукой и пошла собираться в свою поездку. Матвей отправился отдыхать на автомобиле Агаты и Костя, а наша машина осталась в моем распоряжении. Водительские права я получила всего полгода назад. Водить мне не очень нравилось, поэтому споров, кто едет на работу на авто, а кто общественным транспортом, у нас с Матвеем не возникало. Лишь изредка я одна отправлялась по магазинам за продуктами, но сейчас мне не хотелось добираться до соседнего города на автобусе. Гораздо удобнее было погрузить сумку с вещами в машину и отправиться в путь. Да и приехав на место, я не была бы привязана к общественному транспорту, а могла бы ездить куда вздумается. До места назначения я добралась без приключений. Заселилась в отель. Я спокойно приняла душ и отправилась в ближайшее кафе пообедать. Обзорная экскурсия по городу была назначена на вечер. Проведя день в свое удовольствие, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Ложая спать, я набрала номер телефона Матвея. Услышав сообщение, что абонент находится вне зоны доступа, я заволновалась. «Они же сейчас в лесу», – успокоила себя я. Агата предупреждала, что там нет связи. Утром я проснулась рано, без всяких будильников. Я постаралась дозвониться до мужа, но его телефон по-прежнему был недоступен. В моей душе поселилось беспокойство. А вдруг с ними что-то случилось? Отмахнувшись от грустных мыслей, я решила прокатиться по городу, осмотреть достопримечательности. Несколько часов я бесцельно каталась по улицам, останавливаясь в особенно понравившихся мне местах. Заодно прошлась по магазинам, купила ребятам небольшие подарки. Вернувшись в гостиницу после обеда, я еще раз набрала номер Матвея. В третий раз прослушав сообщение о том, что абонент недоступен, я вновь ощутила приступ тревоги. Неужели Матвей не мог найти хоть какое-то место, где есть мобильная связь? Поняв, что не смогу спокойно отдыхать, я собрала вещи и отправилась к мужу и друзьям. Карту, на которой Агата показывала нам озера, я запомнила очень хорошо. Мне пришлось преодолеть почти 300 километров пути, чтобы добраться до пункта назначения. Что удивительно, я ни разу не заблудилась. Легко обнаружала деревню, за которой увидела лесную дорогу, ведущую к озеру. Ехать по ней пришлось медленно, старательно объезжая ухабы. На 10 километров пути у меня ушло больше часа. Наконец деревья раступились, и я оказалась на большой поляне. В центре нее виднелось круглое прозрачное озеро. Друзей не было видно. Мне даже показалось, что я приехала не туда. Но выйдя из машины, я сразу заметил лагерь, разбитый ребятами. Почему-то они решили поставить палатки не на открытой полянке, а между деревьями. Несмотря на то, что до темноты было еще далеко, ребята не отдыхали на пляже, а сидели в шатре. Увидев меня, ребята очень обрадовались. «Кира, ты приехала?» Подбежала ко мне Агата. «Да», — ответила я. «Мне было очень тревожно, я хоть и понимала, что вы будете внизу на доступ, но все равно. Невозможность связаться пугала». «Это очень хорошо, что ты приехала», — воскликнул Матвей. Что-то в его голосе мне не понравилось. В интонациях чувствовалось беспокойство. «У вас все хорошо?» — сразу же спросил я. «Я даже не знаю, с чего начать», — разнес Костя. «Кира, это какой-то кошмар», — заявила Агата. «Стоило нам приехать на берег этого озера, как с нами начали происходить странные вещи. Машина заглохла прямо посреди полянки. Костя и Матвей не смогли разобраться, что с ним произошло. Тогда мы решили разбить лагерь, а потом пройтись по дороге, поискать место, откуда можно позвонить. Когда мы установили палатки, я подошла к машине, чтобы взять кое-что из вещей. Попробовала завести мотор, и у меня получилось с первого раза». «Нас это успокоило», — сказал Матвей. «Я и представить не мог, где мы будем искать мобильную сеть и объяснять кому-то, где нас искать». «Так вот», — продолжила Агата. «Мы установили палатки, шатер, разобрали вещи. В общем, занимались обычными делами. Ближе к вечеру мы разожгли костер, хотели посидеть возле него, пощекотать себе нервы страшными историями. Но почти сразу в лесу мы услышали жуткий звук, похожий на женский плач. Мы решили, что кто-то заблудился, и поспешили на помощь. Мы направились в лес, прихватив с собой фонарики, но звук практически сразу стих. Мы около получаса бродили в темноте между деревьями, пытаясь найти того, кто плакал. Никого не нашли. Решили вернуться в лагерь, но нашли мы его не сразу. Нам пришлось какое-то время поплутать по лесу, а когда мы вышли к нашим палаткам, то увидели удивительную картину. Прямо над озером висел огромный голубоватый шар. При нашем появлении на берегу он разделился на множество маленьких шариков, которые медленно поплыли в нашу сторону. Мы очень испугались. «Это точно», — подтвердил Костя. «Я чуть не посидел от страха. Мы тут же побежали к машине, хотели отъехать от этого места подальше, но она снова не завелась. Тогда мы постарались спрятаться в лесу», — продолжил рассказ Матвей. Через несколько минут стало ясно, что эти мистические огни не могут покинуть поляну. Они даже близко не подлетают к деревьям. «Мы всю ночь не могли уснуть», — сообщила Агата. «Постоянно наблюдали за этими огнями. А знаешь, что самое страшное?» «Что?» — тут же спросил я. «Над берегом озера пролетала небольшая птичка», — сказала подруга. «Один из этих шариков подлетел к ней и втянул в себя. Больше мы ее не видели». «Обалдеть», — прошептала я испуганно. «Но почему вы не уехали отсюда?» «Шары исчезли, едва над озером поднялось солнце», — объяснил Матвей. «Сразу же на нас напала жуткая усталость. Мне трудно было даже рукой пошевелить. О том, чтобы собирать вещи, идти куда-то даже речи не шло. Мы просто взяли спальные мешки, перенесли их поближе к деревьям и заснули». «А когда проснулись, было около полудня», — рассказала Агата. «Машину завести снова не получалось. А когда мы решили пешком пройтись по дороге, на эти места, где ловят связь, заблудились». «В смысле заблудились?» — не поняла я. «У нас никак не получалось выйти на дорогу», — воскликнул Матвей. «Мы больше час окружили по полянке, но никак не могли понять, как мы сюда приехали». «Кошмар», — прошептала я. «Поэтому мы переместили палатки под деревья. Будем надеяться, что там странные огни нас не тронут», — подытожил Костя. «Но моя-то машина исправна», — закричала я и бросилась в сторону автомобиля. «Сейчас же уедем отсюда, пока не стемнело». Но нашим планам не суждено было сбыться. Машина не завелась ни с первого раза, ни со второго. «Не старайся», — обреченным голосом произнесла Агата. «Мы так и не смогли завести авто. Иначе уже давно были бы дома». «Так, я точно приехал оттуда. Мне не хотелось верить, что каким-то мистическим образом мы оказались запертыми на этой странной поляне». Я направилась в сторону, откуда только что приехала. Но меня встретила плотная стена темного леса. «Этого не может быть», — испуганно воскликнула я. «Ребята, посмотрите, как стоит моя машина. Я выехала на полянку и сразу остановилась. Дорога должна была быть здесь». «Нам нужно успокоиться», — предложил Матвей. «Легко сказать», — проворачал Костя. «А днем?» — спросила я. «Когда вы только приехали, ничего подозрительного не происходило?» «Не», — пожала плечами Агата. «Все было нормально. Я даже немного побродила по воде». А загадочные огни ночью появились. Как мне кажется, именно оттуда. Не зря же они не могут улететь далеко от озера. «Должен быть какой-то выход», — упрямо твердила я. «Давай еще раз обойдем полянку по кругу», — предложила Агата. «А потом попробуем завести хотя бы одну из машин. Если не получится, то мы постараемся зайти вглубь леса. Возможно, нам удастся найти мобильную сеть и позвонить кому-нибудь с просьбой о помощи». «Хорошо, так и сделаем», — согласилась я. «Когда стемнеет, нам лучше оставаться в шатре или палатке», — предупредил меня Костя. «На берегу может быть опасно». «Понятно», — не стала спорить я. Мы несколько раз обошли полянку по кругу, но дорога испарилась, словно ее и не было. Идти через лес наугад никому из нас не хотелось, хоть мы и представляли, в какую сторону лучше направиться. «Мы не будем отчаиваться», — старалась говорить бодро Агата. «У нас обязательно получится выбраться отсюда». «Агата», — внезапно сообразила я. «А кто рассказал тебе об этом месте?» «Виктор Петрович», — не задумываясь, ответила Агата. «Помнишь его?» «Конечно», — воскликнул я. «Это довольно странный мужчина, который посещает наш фитнес-центр. Я, если честно, немного побаиваюсь его». «Я никогда ни о чем подобном не говорила», — поморщился Матвей. «Он чем-то обидел тебя, грубил?» «Не», — ответила Аймур. Всегда вежлив, никогда не скандалит, но есть его взглядит что-то необычное. Он смотрит так пронзительно, словно старается заглянуть в мои мысли, и одевается довольно странно. Широкие штаны, свободные рубахи, еще носит длинную бороду, скрывающую лицо. Иногда говорит очень непонятные вещи. Какие, например, заинтересовался Костя? «В наше время девушки платья до пола носили, а не штанишки в обтяжку», — процитировала Агата. «Длинная коса — лучшее украшение, а не эти ваши стрижки». Такое чувство, что он появился из прошлого века, из древней эпохи, где девушки щеголяли в сарафанах и кокошниках, при этом не смея лишний раз поднять глаз. «А что, если он заманил нас сюда специально?» — предположила Агата. «Но зачем?» — не поняла я. «Вдруг он хочет завлечь нас в какую-то секту, которая живет под домостроевским обычаям», — фантазировала Агата. «Бледные мерцающие огни перенесут нас в прошлое. Мы окажемся в глухой деревне, где будем работать на барина, боясь сказать лишнее слово против него». «Бред!» — воскликнул Матвей. «Я не верю ни во что подобное». «А что тогда здесь происходит?» — раздраженно воскликнула Агата. «Может, здесь какой-то особенный воздух?» — предположил Матвей. «Из-за него мы видим эти странные огни. Из-за него не можем рассмотреть среди деревьев дорогу». «По-моему, это ты сейчас говоришь всякую чушь», — заявила Агата. «Стоп!» — твердо сказал я. «Мы не должны ссориться. Мы должны вместе найти выход из сложившейся ситуации». «И какой выход видишь ты?» — ехидно спросил Матвей. «Вы же рассказывали, что машина в какой-то момент завелась». Припомнила я слова друзей. «Мы должны регулярно делать попытки запустить мотор. Возможно, есть какое-то определенное время, когда чары этого места перестают действовать». «Здравая мысль», — согласился Костя. «Но скоро стемнеет, нам пора готовиться к ночи». «Как?» — спросил я. «Прекращаем бесполезные похождения по поляне и забираемся в шатер», — сказала Агата. «Нам нужно поужинать. У нас со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было». Согласившись с подругой, мы принялись накрывать на стол. Быстро отварив макароны с тушенкой, мы сытно поужинали. Настроение сразу улучшилось. Все происходящее перестало казаться столь ужасным. «Может, это все временное явление?» — предположил я. «Вдруг завтра все наладится, и мы спокойно уедем». Как же я в тот момент ошибалась. Ночь опустилась на озеро резко. Было просто такое ощущение, что кто-то выключил свет. Мы зажгли в шатре свечи. Если бы не происходящее с нами событие, то обстановку можно было бы назвать романтической. Внезапно над лесом пронесся длинный протяжный вой. От неожиданности я вздрогнула. Матвей заботливо приобнял меня за плечи. «Не будем реагировать на посторонние звуки», — предложил муж. «Конечно». Костя старался, чтобы его голос звучал спокойно. Вчерашняя ночная прогулка мне совсем не понравилась. Мы остались сидеть на месте, слушая противный страшный звук. Тем временем над озером почудилось небольшое движение. Водная гладь медленно раступилась. Из центра озера показался огромный голубой шар. Он светился призрачным светом, мерцая и переливаясь разными оттенками. Я как завороженная смотрела на него. «Ровно двенадцать часов ночи», — прошептала Агата, украдкая взглянувшая на часы. «Отличное время для пробуждения нечистой силы», — заметил Матвей. «Смотрите», — привлек наше внимание к шару Костя. Я продолжила наблюдать за происходящим. Шар быстро разделился на множество небольших огоньков. Каждый из них по-разному напоминал обычный футбольный мяч. Огоньки равномерно распределились по берегу и замерли, словно ожидая чего-то. «Совсем не страшно», — храбрилась я. «Подумаешь, понаблюдаем ночку за странными огоньками». «После предыдущего шоу мерцающих огней мы никак не могли прийти в себя», — напомнил Костя. «Чувствовалась такая усталость, словно мы всю ночь вагоны разгружали». «Ребята, утром, когда они пропадут, нам нужно будет собраться с силами и не заснуть», — предложила Агата. «Вдруг именно в это время у нас получится уехать отсюда». «Агата права», — согласилась я с подругой. «Нужно хотя бы попытаться отъехать подальше от берега, прежде чем отдыхать». «Скорее всего, дорога скрыта от нас неспроста. Оказавшись на ней, мы очутимся в безопасности». «Так и сделаем», — пообещал мой муж. «Ребята, огоньки исчезают», — заметил Агат изменения на берегу озера. «Наверное, существуют определенные ночи, когда они выходят из озера». Огоньки гасли по очереди. Когда исчез последний из них, Агата поднялась со своего места. «Похоже, это наш шанс», — воскликнула она. «Нужно попробовать завести машину. Раз эти ужасные огни исчезли, у нас должно получиться найти выход из этой странной полянки». Агата, не торопись. Костя был настроен не столь оптимистично. «Давайте подождем еще несколько минут». Решив последовать совету другом, мы несколько минут всматривались в темноту пляжа. «Кажется, все чисто», — решил Матвей. «Я проверю, в порядке ли машина», — предложила я. «Если она заведется, бегом упаковываем шмотки и бежим отсюда». «Хорошо, мы пока начнем собирать вещи в шатре». Агата не сомневалась в успехе. Я смело шагнула на полянку, но, не пройдя и метра, была ослеплена яркой вспышкой. Возле меня возник большой сверкающий шар. Он словно притягивал меня к себе. Я медленно, но верно оказалась внутри него. «Кира!» — услышала я за спиной истошный крик подруги, но не могла даже обернуться. Подруга бросилась в мою сторону, но помочь ничем не смогла. Мы вдвоем провалились в темную бездну. Было ощущение, что я падаю с большой высоты. Полет длился недолго. Я аккуратно приземлилась в сток сена. Агата через секунду очутилась около меня. Несмотря на испуг, я быстро сползла на землю, вскочила на ноги и осмотрелась. С одной стороны простиралось огромное поле, с другой виднелись бревенчатые домики. «Где мы?» — не поняла Агата. «Как мы сюда попали?» «Похоже, мы оказались в другом измерении», — предположила я. «А может, переместились в прошлое». «А почему здесь день, а не ночь?» Выпытывала у меня подруга. «И знаю», — воскликнула я, — «я тоже в первый раз здесь очутилась». «Извини», — попросила прощения подруга. «Я просто очень нервничаю, ничего не могу и ничего не понимаю». «Похоже, твое предположение о том, что Виктор Петрович не так прост, как кажется, оказалось верным», — сообщила я. «Мужчина, наряженный в длинную белую рубаху и свободные штаны, двигался в нашу сторону». «Ну что, красавицы», — вместо приветствия сказал он, — «теперь вы тоже одни из нас». «От страха у нас пропал дар речи, я ни слова не могла вымолвить». «Идем», — Виктор Петрович махнул рукой, — «теперь вы будете жить там». Так и начался наш самый страшный кошмар. Деревня была словно срисована из учебника по истории. Старые избы, хлева со скотиной, огромные поля, засеянные рожью и овсом. «Здесь нам теперь предстояло жить. Нашими товарищами, по несчастью, были такие же молодые ребята. Их было немного, два парня и три девушки. Парни, наряженные в такие же рубахи и штаны, как у Виктора Петровича, молча работали по хозяйству. Девушки в белых сарафанах с длинными косами были более разговорчивы. Однако и они, отвечая на наши вопросы, боязливо оглядывались. «Виктор Петрович сделал вам что-то плохое?» Задавая вопрос одной из них. «Нет», — честно ответила Лика. «Но сам факт, что он перенес нас в другую реальность, говорит о том, что Виктор Петрович может все. Вдруг он захочет нас превратить в корову или в безмозглую курицу?» «Я об этом не подумала», — прошептала Агата. «Нам лучше слушать и выполнять все его указания». «Открыто с ним спорить я не предлагаю», — сообщила я. «Нужно внимательно присмотреться к Виктору Петровичу, чтобы понять, как от него сбежать». «Чего он вообще хочет от нас?» — спросила Агата. «Я так поняла, что Виктор Петрович довольно сильный колдун», — сообщила девушка по имени Галя. «Как он оказался в современном мире, никому неизвестно. Но ему очень хочется воссоздать подобие старой русской деревни. Якобы в нашем времени никто не верит в колдовство, а создав свое личное поселение, он сможет стать в нем самым главным. Тем, кого боятся и к чему мнению прислушиваются. Но раз он только всемогущий, то почему бы ему не переместиться в прошлое и жить там?» — недоумевала я. «Во все времена колдунам относились с опаской», — пояснила Таня. «Их боялись, но после любой череды неприятностей могли обвинить во всех смертных грехах и убить. А починив нас своей воле, Виктор Петрович будет чувствовать себя в безопасности. «Все равно я не могу понять его логику», — воскликнул я. «Никто не знает, какие мысли в его голове», — заметила Лика. «Мы сообщили лишь то, что сами слышали край муха. «И как нас угораздило поехать отдыхать именно на это озеро?» С горечью в голосе воскликнула Агата. «Я сама всегда испытывала страх при виде Виктора Петровича», — призналась Таня. «Мы познакомились в кафе, где я работал официанткой. Он однажды рассказал мне о загадочном озере, спрятанном в лесу. «Я очень люблю отдыхать на природе, вот и решила поехать. Пригласила с собой Лику и Галю. Мы думали провести на озере ночь. Тогда нас затянули загадочные огни». «Так вы подруги?» — сообразила я. «Да», — ответила Лика. «Дружим с первого класса». «А парни?» — спросила Агата. «Как они тут очутились?» «Да так же, как и мы», — ответила Галя. Миша и Антон работали в автосервисе, где Виктор Петрович ремонтировал свою машину. Им он тоже рассказал о чудесном озере. «Хватит болтать», — попросила Таня. «Нам нужно идти к реке стирать белье, а потом еще накормить скотину». «А где сейчас Виктор Петрович?» — спросил я. «Отдыхает», — ответила Таня. «Как правило, он днем спит, а вечером куда-то уходит». «Он уходит в наши измерения», — догадалась Агата. «Именно поэтому, когда у нас ночь, здесь наступает день, и наоборот». В деревне мы провели несколько дней. Каждый из них я с нетерпением дожидалась наступления ночи, чтобы хоть немного отдохнуть. Утро начиналось с приготовления завтрака для барина. Перед этим следовало накормить скотину, после чего мы могли собрать в курятнике яйца и подоить коров. Стирка, уборка, мытье посуды в неблагополучных избушках занимали много времени. Еще требовалось ходить в поле, ухаживать за урожаем. Вечером скотина также требовала внимания. Я очень хотел узнать, куда же уходит Виктор Петрович по вечерам, но и сил на то, чтобы следить за ним не оставалось. Но наконец-то удача мне улыбнулась. Ночью я проснулась от незнакомого шороха. Выглянув в окно, я поняла, что Виктор Петрович куда-то направляется. Я осторожно, стараясь не шуметь, пошла за ним. Колдун жил в отдельной избе. Я едва не потеряла его из виду, пока выходила во двор. Подруг по несчастью я решила не будить, опасаясь, что все вместе мы не сможем остаться незамеченными. Виктор Петрович шел, не оборачиваясь. Похоже, он был абсолютно уверен в том, что никому из нас в голову не придет за ним следить. Долго идти мне не пришлось. Колдун остановился возле того сена, в котором мы с Агатой оказались после перемещения в пространстве. Он раздвинул сухую траву и забрался вглубь стога. Сена сразу засветилась ярким голубым светом. Но уже через секунду сияние угасло. Как же я сразу не догадалась, пронеслась в моей голове мысль. Мы должны были в первую очередь проверить то место, в котором оказались после перемещения во времени. Я бегом понеслась к дому, разбудив девчонок, и рассказала им о своей ночной прогулке. «Мы должны немедленно бежать отсюда», воскликнула Агата. «Нужно разбудить парней». Миша и Антон, жившие в соседней комнате, проснулись сами. Видимо, мы так эмоционально обсуждали возможность спастись, что разбудили их. «Что за шум?» Антон зашел к нам, зевая. «Я хотел выспаться. Завтра опять полно работы». «Завтра мы уже будем дома», уверенно заявила я. «Мы знаем, где находится выход из этого жуткого места». «Где?» с надеждой в голосе спросил Миша. «Я только что видела, как колдун подошел к стогу сена и зарылся в него», сообщила я. Стог на секунду засветился голубоватым светом. «Я поняла, что внутри этого стога сена спрятан проход в наш мир». «Он точно ушел?» Засомневалась Лика. «А что, если он нас поймает?» «Хватит паниковать», – остановила Лику Агата. «Мы же не хотим остаться здесь навсегда. Нужно рискнуть». Не теряя ни минуту, мы отправились искать выход из этого странного места. Оказавшись возле стога сена, мы раскидали в разные стороны сухую траву. «Моя догадка была верной. Под сеном скрывался огромный голубой шар. Он переливался всеми оттенками из синего. Чтобы оказаться в своем мире, мы должны были зайти внутрь этого светящегося шара». «Кто первый?» – с сомнением спросила Агата. «Иди», – предложил Миша. «Я боюсь», – честно заявила подруга. «Мы не можем стоять здесь до утра», – забеспокоилась Галя. «Вдруг Виктор Петрович вернется». Я глубоко вздохнула и шагнула в сторону светящегося шара. Оказавшись в полной темноте, я закрыла глаза. Несколько секунд я летела в воздухе, не понимая, падаю я или, наоборот, взлетаю вверх. В себя я пришла, когда приземлилась на мягкий песок. Возле меня было прозрачное озеро, вокруг которого простирался темный лес. Водная гладь освещалась ярким утренним солнцем. Ни Матвея, ни Кости на берегу не было. Неужели они могли уехать домой, даже не узнав, где мы и что с нами? «Эй!» – раздался из кустов крик Агаты. «Есть здесь кто-нибудь?» «Агата!» – подала голос я. «Иди на берег!» Вслед за подругой на пляж по очереди вышли Галя, Таня, Лика, Антон и Миша. «Мне кажется, что мы оказались в другом месте», – заметил Антон. «Отдыхали мы не здесь!» «Точно!» – согласилась с ним Агата. «Берег вроде бы знакомый, но мы тут не были!» «И правда!» – удивилась я. «Мы что, опять попали в какое-то другое измерение?» «Нет же!» – воскликнула Лика. «Но просто надо пройти вдоль берега, и мы обязательно найдем место, где остановились». «Мы решили последовать совету подруги». «А вот и наш автомобиль!» – вскоре воскликнул Миша. «Мы заметили машину, стоявшую неподалеку от озера». «А что к воде не одна дорога ведет?» – удивилась Агата. «Видимо, их несколько!» – пожал плечами Антон. Они с Мишей подошли к автомобилю, и он завелся на удивление легко. «А вот и дорога к дому!» – показал Антон рукой в сторону. «Ну что ж, пора прощаться!» – воскликнула Лика. «Мы пойдем искать свой автомобиль». «Может, вас проводить?» – предложил Миша. «Спасибо, не нужно!» – отказалась я. «Думаю, что мы легко найдем место в своих стоянок». «Тогда всего хорошего!» «Парни принялись собирать вещи, а мы направились дальше». «А вот и наша машина!» – обрадованно воскликнула Лика. «Палатка и шатер тоже на месте!» «А вот и дорога, по которой мы приехали сюда!» – заметила Галя. «Отлично!» – обрадовалась за подруг Агата. «Осталось нам с Кирой найти наших мужей. Надеюсь, что с ними все в порядке!» – искренне сказала Таня. «Нужно будет встретиться как-нибудь поболтать!» – предложила Лика. «Обязательно!» – поддержала ее идею Агата. «Увидимся!» «Агата, тебе не кажется, что сегодня на озере время идет быстрее обычного?» – спросила я у подруги. «Да, я тоже это заметила!» – подтвердила подруга. «Мы выбрались из деревни колдуна утром, а сейчас уже вечереет. Лучше нам поспешить!» – поторопила я Агату. Мы ускорили шаг. «Как думаете, Матвей и Костя там же?» – забеспокоилась Агата. «Вдруг они смогли уехать, чтобы позвать на помощь, и мы окажемся в лесу в одиночестве?» «Не переживая раньше времени, я постаралась успокоить подругу. Даже если Матвей и Костя смогли уехать за помощью, то они уже обязательно вернулись. «Только бы с ними все было хорошо!» – воскликнула Агата. Через несколько минут мы увидели Костю и Матвея. Они бродили по берегу реки, о чем-то переговариваясь. «Куда они могли исчезнуть?» – восклицал Матвей. «Мы весь лес обошли. Нам осталось только изучить дно озера», – сказал Костя. «Матвей!» – позвала мужа я. «Кира, Агата!» – он сразу обернулся на мой голос. «Вы вернулись? С вами все в порядке?» «Куда вас унес тот загадочный шар?» – спросил Костя. «Где вы были?» «Это кошмар какой-то», – заявила Агата. «Виктор Петрович – самый настоящий колдун. Он перенес нас то ли в прошлое, то ли в другое измерение. Мы оказались в странной деревне вдалеке от цивилизации. Я так и понял по вашим шикарным нарядам. И сдал нервный смешок Костя. «А как вы выбрались оттуда?» «Кира проследила за колдуном и нашла место, из которого он перемещался в наш мир», – сообщила Агата. «Нам стоит поторопиться. Надо убираться отсюда», – напомнила я. «Колдун вернется в деревню и поймет, что мы сбежали». «Мы уже смогли найти дорогу», – сообщил Матвей. «И вещи тоже собрали». «Мы прокатились немного в сторону трассы», – рассказал Костя. «Нашли место, где ловят связь, позвонили в полицию, но…» «Но во время разговора с ними я случайно ляпнул про огромные светящиеся шары». «Они решили, что мы шутим, и бросили трубку», – возмущался Матвей. «Еще несколько дней назад я не поверила бы в подобную историю», – призналась я. «Но время, проведенное в загадочной деревне, убедило меня в существовании магии». «К счастью, вы там пробыли меньше суток», – воскликнул Матвей. «Меньше суток?» – не поняла я. «Мы провели там дня три». «Вот это да», – удивилась Агата. «Получается, что в волшебном поселке время идет по-другому. Давай дома это обсудим», – взмолилась я. «Мы направились в сторону наших автомобилей. На озеро уже опускались сумерки. Заведя мотор, Матвей еще раз посмотрел в сторону воды. «Опять эти шары», – воскликнул он, заметив огонек, поднимающийся над водной гладью. «Уезжаем», – закричал я. «Быстрее!» Повторять дважды не пришлось. Мы покатились по лесной дороге, надеясь, что погони за нами не будет. Автомобиль Агаты и Костя ехал за нами. Через несколько часов мы вернулись в город. Сидя на кухне в нашей с Матвеем квартире, мы подробно рассказали мужьям о том, что с нами произошло. «А мы, пока вас не было, обыскали лес», – сообщил Костя. «Уж не знали, что делать». «Кира», – неожиданно сообразила Агата. «Как мы теперь будем ходить на работу? Что, если Виктор Петрович там сможет причинить нам вред?» «Не знаю», – покачала голову я. «Увольняться в мои планы не входило. Будем надеяться, что в присутствии большого количества людей он не сможет сделать нам ничего плохого». «Наши опасения оказались напрасными. Виктор Петрович больше никогда не встречался на нашем пути. Возможно, он побоялся, что мы расскажем о нем всем, и тогда не будет возможности хитростью заманивать ребят в свое логово. С Ликой Галей и Таней мы общаемся. Колдуна они тоже больше ни разу не видели. Возможно, он подался в какой-нибудь другой город. А может, решил жить в своей деревне в гордом одиночестве». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok